Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елена Косолапова. В этом выпуске поговорим о продолжающемся падении турецкой лиры и о том, как это отразится на турецкой экономике и других экономиках региона. В гостях у нас в студии сегодня Турал Гаджиев, экономист, партнер компании Deloitte. А по видеосвязи из Турции к нам присоединилась Рамия Мамедова, эксперт по международным отношениям, глава Центра стратегических исследований и разработок World Panorama. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что сегодня с нами. Здравствуйте! Добрый день! Турал Малим, хочу сначала обратиться к вам. Ассоциация турецких банков, банков Турции, огласила прогноз по турецкой национальной валюте, по турецкой лире, и вот они ожидают, что к концу этого года лира упадет до 40 лир к доллару. Сейчас она находится на уровне 30 лир к доллару, то есть примерно в течение года ожидания 35% падения. Это немало. Как вы считаете, может ли это представлять какие-то угрозы для турецкой экономики, или турецкая экономика уже адаптировалась к постоянному падению лиры, потому что на самом деле это началось не сегодня, а уже достаточно продолжительное время продолжается? Да, наверное, для не очень достаточно молодых зрителей хотелось бы отметить, что первая деноминация в истории Турции, которую мы знаем, произошла в 2005 году. И тогда, как я сейчас помню, по-моему, брали 1 миллион, 6 нулей уменьшили в валюте, потому что за 30 лет, с момента, как последний раз турецкая лира была введена в обращение до 2005 года, несколько раз применялся так называемый стандарт гиперинфляции, даже в расчетах финансовой отчетности, потому что несколько лет, за 30 лет, с 60-х годов, до начала, конца 90-х годов в Турции тоже так же, как и сейчас, существует гиперинфляция. То есть, на самом деле для Турции это абсолютно не новый феномен, и экономика Турции как тогда, так и сейчас достаточно, не сказал бы, хорошо подготовилась, но достаточно комфортно себя чувствует в текущих, достаточно экстремальных условиях. С 2005 года, в том самом моменте, как 1 миллион лир превратился в одну лиру, эта одна лира сейчас превратилась в цифру 30, и вот по разным ожиданиям, как сегодня будем говорить, может достигнуть и 40 тоже, и это произошло буквально за последние там 19-18 лет. Но, если мы посмотрим на показатели Турции как экономики, она выросла, номинальный ВВП Турции находится в десятке в Евросоюзе, там седьмое место в Евросоюзе, приближается к одному триллиону долларов, и это очень крупная экономика даже по мировым масштабам, сравнимым с 60-ми годами, когда, скажем, не было такой гиперинфляции, и страна только-только начинала развиваться, страна резко индустриализировалась, перешла из-за ряда развивающихся стран. Это, наверное, одна из единственных стран, которая в 21 веке смогла стать близка к развитым, по-моему, многим показателям, страной. И, конечно же, нельзя говорить о том, что сейчас гиперинфляция, которая существует сейчас, оказывает только положительный эффект, но не оказывает такой негативный эффект, как он оказал бы любой другой развитой стране мира, то есть показатели 60% инфляции, 80% инфляции в экономике Германии, это крах экономики Германии, или в экономике Англии, это крах экономики Англии. Для Турции это не то, что бизнес as usual, но это уже несколько раз случалось, поэтому в стране есть, скажем, встроенные механизмы защиты к таким резким скачкам курса валют. Я бы хотел отметить еще два немаловажных аспекта. Первый немаловажный аспект заключается в том, что часто экономисты в негативном ключе представляют Турцию, не забывают о том, что Турция это достаточно важная и, скажем, большая экономика в мире. И ее падение, сильное падение, может оказать негативный эффект на ключевых бизнес-партнеров Турции, которыми является Евросоюз и страны региона. Поэтому в этом ключе экономика Турции даже, можно сказать, too big to fail, чтобы рассматривать какие-то катастрофические варианты развития. Я думаю, мы поговорим еще сегодня о том, как экономика Турции, ее состояние, проблемы в экономике Турции влияют на соседей, в частности на Азербайджан. Сейчас хотела бы передать слово нашему второму эксперту. Рамия Ханум, к вам вопрос. Действительно, Турал Малим отметил, что для Турции деноминация, девальвация – это достаточно привычное явление. Не будем заглядывать очень далеко, до 2005 года. Я посмотрела статистику за последние годы. Допустим, в прошлом году лира упала в цене на 35%, в 2022 году на 30%, в 2021 году на 44%, в этом году прогнозируют опять на 35%. Как Турция адаптируется к этим изменениям? Ну, во-первых, как наш уважаемый экономист, я бы с ним в каких-то мерах не согласилась, потому что на турецкую экономику это очень сильно отражается. Отражается на социальное обеспечение людей. Потому что люди, которые здесь живут в основном, скажем так, в турецкой стране, они это чувствуют на себе очень наглядно. Потому что люди, которые до сих пор зарабатывали хотя бы по нормальной, скажем так, нормальные деньги, сегодня эти деньги у них стали совершенно настолько малозначимы, что они уже не могут многое даже себе позволить, то, что они позволяли до этого. Лира в течение вот этих нескольких лет, она очень сильно упала. Почти, если сравнить с монатом, с нашим азербайджанским монатом, то лира сегодня, скажем так, она одна к десяти. Потому что 100 лир сегодня, это где-то 15 или вот 12 монатов сегодня в Азербайджане. Значит, азербайджанский монат сегодня намного сильнее денежная валюта, чем лира. Поэтому люди, которые здесь работают и в основном работают по лире, это те люди, которые, скажем так, не могут сегодня позволить себе то, что они позволяли, допустим, два года тому назад или полтора года тому назад. Потому что лира очень сильно падает, а доллар очень сильно возрастает. Если взять сегодня доллар, то, что сегодня доллар уже 31 с чем-то, вот там 5,5, то это означает, что она все еще больше поднимается. А те люди, которые живут в основном на обеспечении, которые живут по минимальной зарплате, значит, все это оказывается на таком уровне, что они уже себе не могут ничего позволять. Поэтому я понимаю, что сегодня, как наш уважаемый экономист говорит, что турецкая экономика, она сильная, мы ничего об этом не говорим. Конечно, каждое государство, оно ведет свою экономическую политику. Как мы видим, после выборов президента Турции, сразу же они решили сделать какие-то перемены именно в экономике. Они поменяли министра экономики, они поменяли министра финансов, они поменяли национальный банк, ну, председатель национального банка. И все, конечно, скажем так, да, те, кто в Турции живут, даже мы, которые живем здесь, в Турции, все думали, что хотя бы после выборов какой-то, ну, прогресс пойдет. Но, как мы видим, прогресса пока нет. Все, доллар все поднимается, и он будет еще подниматься, потому что здесь, по тому, что мы сейчас вот анализируем, и то, что как мы здесь живем, доллар здесь будет 40, может быть, даже подойдет даже до 45 лир. Это тоже может быть, потому что, если сравнить с соседской страной, с Ираном, у которой сегодня 1 доллар стоит 54, тумян, да, тумян, это понятно, что уже Турция, она сама тоже поднимается вот по этой категории идет, и вот лира слишком много падает. Сегодня, хоть государство, которое пытается что-то сделать, делать какие-то реформы, но в любом случае на турецкую экономику это очень и очень сильно влияет. И кроме того, что, как сказал еще наш экономист, что турецкий рынок, он очень большой рынок. Да, я согласна, потому что один из больших рынков Европы, скажем так, да, в европейской части и Ближнего Востока является Турция. Но дело в том, что Турция сегодня с тем, что еще доллар поднимается, так еще здесь поднимаются все импортные и экспортные товары. Вот это все тоже влияет на экономику страны, потому что и это меняет дальше на логистику, это меняет на товары, меняет на производство в самой же Турции, потому что те, скажем так, да, те продукты, которые здесь производятся, они уже повысились где-то, ну, наверное, в 5 или 7 раз. Вот поэтому, если взять общую картину того, что сегодня происходит в Турции в экономическом плане, да, я, конечно, не буду говорить, может быть, так больше цифрами, как наш экономист, он, конечно, лучше меня знает, но в любом случае, как живущие люди, как в Турции, ну, и те люди, которые зарабатываем, скажем, на турецкой лиле, можно сказать, что ставки здесь и банков очень сильно повысились, и турецкая лира очень сильно падает, а это очень сильно влияет на экономику. Да, ну, на самом деле, с такими проблемами, что люди не могут себе позволить то, что могли позволить еще 2-3 года назад, сталкиваются не только в Турции, допустим, в Европе, мы видим многочисленные протесты, и именно вот с таким недовольством выходят люди на протесты. Туран Алим, вот Рамяханам упомянула, что за последний год сменилось руководство Центрального банка, министра финансов и так далее, и вообще Центробанк ведь в Турции очень кардинально изменил свою политику, если до этого придерживались низких ставок, то вот последний год с лета стали очень агрессивно поднимать ставки, вот на последнем заседании Центробанка в декабре ставка была поднята до 42,5%, завтра ожидается очередное заседание, многие аналитики не исключают, что до 45 будет поднята ставка, при том, что в мае еще прошлого года она находилась на уровне 8,5%, разница кардинальная. Но вообще изменение ставки, оно, конечно, не сразу отражается на экономике, должно пройти какое-то время. Как вы считаете, может ли это в результате как-то повлиять на лиру, затормозить ее падение, и в течение какого периода это стоит ожидать, если да? — Хороший вопрос. На самом деле, с точки зрения ставки рефинансирования, которая стран Центробанка держалась на рекордно низком уровне, при том, что была огромная гиперинфляция 20-21-22 годы, само собой, эта ставка держалась на низком уровне по разным причинам. Основная причина была принята и тогда, на тот момент, страна правительства Турции подходит к тому, что нужно использовать возможность дешевых денег для стимулирования реального сектора экономики внутри страны. С одной стороны, это дало очень хороший результат. Повторюсь, показатели роста ВВП находятся в достаточно высоких показателях, и многие европейские страны позавидовали бы росту номинального ВВП, то, что показывалось в последние годы Турции. Что же касается, почему это происходило тогда, причина низких была достаточно интересна, но в то же самое время государственные финансы не позволяли держать на таких низких уровнях ставку рефинансирования. И происходил разрыв между тем, на что может влиять государство, повышая, понижая ставку рефинансирования, и тем, что происходило в реальном секторе. Реальный сектор в тот момент, когда началась гиперинфляция, грубо говоря, перестал кредитовать. Банковский сектор перестал кредитовать показателями, близкими к ставке рефинансирования, которые Центробанк показывал для своей экономики. То есть, в целом, на самом деле, если говорить, по состоянию февраль прошлого года, до выборов, ставка рефинансирования была достаточно номинатным показателем. Она не влияла на состояние реального кредитования в экономике Турции. И это надо было менять. Соответственно, государство решило это поменять, резко подняв ставку рефинансирования. Теперь, в первые годы, в первые месяцы после того, как пришло новое руководство Национального банка, в данном случае в Турции, и принято решение о повышении ставок, ставки были настолько занижены от рынка, мы говорим, в месяц 2% реальное кредитование в банках, минимум 2% в месяц, реальное кредитование в лирах в Турции в прошлом году. Ставка рефинансирования 8, разрыв более чем в 20 раз. Ну, не в 20 раз, я преувеличу, наверное, в 16, может быть, даже до 10, до 16 раз между тем, что ставка рефинансирования и ставка кредитов, которые банки и стараются еще и не давать. Потому что боялись того, что просто девальвация, легче было вкладывать деньги в валюту и получать на этом больше доход, чем просто выдавать ее в кредитах и еще иметь риск невозврата. То есть, да, принято решение, но экономика это очень хрупкое понятие и очень быстро такие вопросы не решаются. Ставка будет еще дальше подниматься, потому что реальная стоимость денег на рынке существенно выше, чем ставка того, что сейчас показывает Центробанк. Да, мы понимаем, что это не должно соответствовать ставке кредитов, есть определенная корреляция, прямого взаимосвязи между ними нет, но я бы хотел бы отметить, что высокая ставка рефинансирования стран Центробанка показатель того, что Турция решила перестать выйти из эпохи дешевых денег и перейти в эпоху дорогих денег, таким образом проведя некоторые с рынка стерилизацию наличной наличности, которые сейчас на рынке на данный момент имеют. Достигает ли Турция своих целей? Да, потому что сравнивая с прошлым годом, ставка инфляции снизилась существенно, девальвация относительно замедлилась, потому что если мы начинали там в позапрошлый год, если мне память не изменяется, с показателями 80, то прошлый год закончили где-то на показателях вокруг 30. То есть мы начинаем сейчас 24 год, и цифра 32, даже 40 до конца года не кажется такой страшной. Но все-таки сравнение с тем, что было в 2021-2022 году, когда была политика дешевых денег для стимулирования постпандемийного ковидного эффекта, этого уже не будет. И само собой экономика Турции перейдет в стадию снижения темпов роста, но при всем при этом, скорее всего, инфляция тоже замедлится, и тот эффект, который на население Турции оказывает дорогая валюта, он будет снижаться по причине того, что, скорее всего, инфляция тоже пойдет снизиться. Тут же нужно отметить, что есть глобальные факторы, инфляция в мире тоже умешается, поэтому в целом я не ожидаю очень большого роста инфляции в этом году в Турции, но я бы хотел отметить, что снижение темпов будет происходить не так быстро, как хотелось бы, потому что влияние ставки и рефинансирования на экономику Турции пока еще прямого влияния нет, потому что этот инструмент Центробанк в 2021-2022-2023 годах, можно сказать, потерял, и вот только-только восстанавливает инструмент влияния на экономику через ставку рефинансировать. Ну, то есть нужно ждать. Да. Ремьяханам, к вам вопрос. Вот для Азербайджана, ведь Турция – это один из важнейших экономических торговых партнеров. Нас объединяет очень много и региональных проектов, и совместных предприятий, счет их идет на тысячи. Как вы считаете, может ли продолжающее падение лиры в Турции как-то повлиять негативно и на азербайджанскую экономику, и в частности на азербайджанскую валюту? Ну, надо, во-первых, сказать, что экономика всех стран, она влияет друг на друга, потому что, когда идет инфляция в какой-то одной стране, а ты ведешь с этой стороны экономические отношения, в конечном итоге это на тебя тоже влияет. Понятно, потому что те продукты, если ты там закупаешь, они становятся больше по цене, если ты им продаешь какой-то, покупаешь у них газы, или же покупаешь там газы, или же им продаешь, не имеет значения там. Что бы происходило, все это в любом случае влияет на обе страны или же на несколько стран. Ну, подожди, пока на нас это, к счастью, не повлияло, хотя девальвация в Турции происходит уже не первый год, но азербайджанская валюта остается стабильной. Ну, это надо сказать спасибо тогда нашему правительству. Давайте поговорим на чистоту. Я, конечно, не буду спорить с тем, что сегодня у нас как бы немножко разные мнения с нашим экономистом идут, но я с ним в какой-то степени согласна, да, что турецкая экономика, она, да, она как бы принимает сейчас то, что происходит здесь, в Турции, да, хотя очень трудно, но она как бы себя реализует, принимает все это. Но надо сказать, что я очень надеюсь нашим экономистам, что девальвации здесь такой сильной не будет, и ставки настолько тоже не повысятся, хотя 6 месяцев тому наш лет банковские ставки здесь, люди получали, значит, кредит по банковским ставкам, здесь они получали кредиты по 48%, по 45%, когда в статистике, в статистических данных они указывались как-то на 28, 30, 32, а люди получали как 45%, представляете, какая разница? И вот теперь... Это, наверное, зависит от кредитов, от видов кредитов, какие-то, может быть, кредиты действительно выдаются под меньший процент. Ну, я бы не сказала. Я еще раз повторюсь, только что это надо сказать спасибо даже в какой-то степени нашему государству, потому что у нас доллар уже сколько лет, он совершенно не меняется, да, у нас стоит доллар на 1,7 уже сколько лет, а в Турции это не так. В Турции все-таки здесь доллар меняется каждую секунду, и это, конечно же, влияет на любые и продукты, и, скажем так, на какие-то глобальные вещи, да, которые все происходит в Турции. Вот, допустим, сегодня с турецкой и российской стороной приостановили, скажем так, взаиморасчеты, а это уже влияет. Сегодня с Турцией и Россией, допустим, уже с Нового года и до Нового года, уже почти месяц-полтора, все взаиморасчеты остановлены. По параметрах, кроме трех параметров, которые там по пищевым, по текстилю, там по туризму, медикаментам, остальные все расчеты приостановлены. И это очень сильно влияет на турецкую экономику, потому что люди, которые работают с Россией, не могут ни привести, ни туда отправить. Это, видимо, связано больше с санкциями. Ну, в какой-то степени, да, это связано с санкцией, но Турция же с санкцией же все-таки, она как бы не ведет против России санкции. Не поддерживает, но, тем не менее, и обязалась не нарушать. Ремьяхан, а еще такой вот момент. А можем ли мы в Азербайджане для себя получить какие-то выгоды из сложившейся ситуации в Турции? Я имею в виду, ну, может быть, какие-то турецкие товары у нас могут подешеветь, мы много импортируем из Турции, может быть, отдых в Турции подешевеет, станет более доступным? Я думаю, этот вопрос интересует не только жителей Азербайджана, но и жителей многих других соседних стран, потому что турецкие товары востребованы очень на многих рынках, и Турция как туристическое направление тоже. Вот именно в туристическом направлении надо сказать в этом плане, что в этом году в Турцию больше всех приехали люди, которые здесь, скажем так, начали тратить доллары. Да, как? Они приехали сюда по туризму, они, во-первых, и отдыхать приезжали в Турцию, а во-вторых, они больше, даже по статистике, вот мы смотрели, здесь больше, как бы в этом году очень много текстиля продалось. Почему? Потому что доллар поднялся, и люди, которые приезжали сюда с долларами, они могли закупать, скажем так, не один за 100 долларов, они закупают, как раньше, допустим, не два товара, не три товара, а уже могли себе позволить купить, скажем, 4-5 товаров, да? Вот поэтому в этом плане, да, те люди, которые сюда приезжают с туризмом, для покупок и все такое, для них это нормально, и это хорошо, и это для наших, не только для наших, это для всего мира, те, кто люди приезжают, они спокойно могут здесь покупать за доллары то, что они хотят. Но в этом плане, то что продукты, а здесь продукты в производствах очень сильно возросли, почему, потому что многие производители, которые производят свой товар, если это не продукты из Турции самой, то те товары, которые они возят, то эти цены тоже поднялись, поэтому связь между тем, что привозные, скажем, товары в Россию, извиняюсь, в Азербайджан, то это уже все равно те же цены, одни поднимаются. Но в плане туризма, да, это для людей сегодня, конечно, это самый лучший вариант поехать в Турцию, отдыхать, потому что здесь они в этом плане могут расходовать намного меньше, немного меньше, чем было раньше. Тураммалим, а вы как считаете, ведь у Турции очень тесные экономические связи не только с Азербайджаном, но и со многими странами региона это и Грузия, и Россия, и Центральная Азия, очень активный инвестор Турция в Центральной Азии, как вы считаете, то, что вот продолжает падать лира, то, что продолжается высокая инфляция в Турции, может ли это как-то повлиять на экономические связи? На самом деле надо смотреть на степень интеграции Турции с разными странами, то есть с Евросоюзом Турция интегрирована, она является одна из десяти, по-моему, топ-10, даже если по разным показателям, даже в топ-5 входят основных партнеров, это западное направление для Турции, здесь ситуация с турецкой лирой больше помогает турецкому экспорту, тому же дешевому текстюлю, там тоже экспорт сферы услуг, тот же экспорт сферы туризма, фактически, да, то есть люди больше приезжают и больше тратят в экономике, на это, в принципе, и рассчитана политика дешевых денег в любой стране, само собой, основная причина, почему в Турции сейчас вот такое потрясение в некоторых, скажем, в некотором небалансе торгового профицита, вернее, дефицита торгового баланса самой страны, да, приходится за счет того, что фактически снижать покупательную способность внутри населения, несколько сглаживать, тормозить развитие экономики внутри страны, но таким образом усиливать экспортный потенциал страны, то есть усиливается все то, где классически Турция была сильна, это сфера услуг, сфера производства, легкая промышленность, в чем для региональных стран, как может повлиять взаимодействие с региональными странами и Турцией, в первую очередь, я бы сказал, что одна из причин дефицита межторгового баланса Турции, это высокая стоимость энергоресурсов, которые импортируются в эти страны, сейчас наблюдается снижение стоимости среднего энергоресурса по всему миру, то есть газ падает в цене, нефть падает в цене, но нефть будет оставаться примерно на этом же уровне ближайшие годы, но относительно там предыдущих годов, когда она достигала 130-140 долларов, сейчас цена не очень-таки высокая, то есть исходя из всего этого, ближайшие страны, с кем Турция сотрудничает, это Азербайджан, Средняя Азия, Грузия, в основном для Турции важны как партнеры с одной стороны, энергетические партнеры, мы Азербайджан экспортируем много газа и нефти в Турцию, цена газа на международных рынках падает, в этом смысле для нас сильного влияния, даже если это не окажет, для Турции это подспорье для того, чтобы снизить дефицит торгового баланса. Второй момент, который хотелось бы отметить, само собой, турецкая экономика становится тем сильнее, тем дешевле ее экспорт из ее страны, сейчас та же самая Европа старается ограничить влияние заниженных цен на турецко-хозяйственные продукции, не только из Турции, из других стран тоже, ставит какие-то барьеры, но если этих барьеров бы не было, у Турции экспортный потенциал усилился бы. С точки зрения взаимодействия с Азербайджаном, здесь мы говорим, конечно же, про энергетический фактор взаимодействия между Азербайджаном и Турцией, а также немаловажный фактор, что достаточно много турецкого бизнеса в Азербайджане и азербайджанского бизнеса в Турции. Азербайджанский бизнес в Турции сейчас за счет того, что экономика Турции достаточно сильна, несмотря на то, что, может быть, социально гражданам Турции неплохие. Поэтому экспортоориентированность в турецкой экономике и его положение как торговый партнер в региональных вопросах увеличивается. Также немаловажно отметить, что также усиливается взаимодействие между Турцией и Россией. И в этом взаимодействии фактор тех же самых ядерной энергетики, который уменьшит, опять же, зависимость от внешних поставщиков нефти и газа Турции, тоже позволит к среднесрочной и долгосрочной перспективе сгладить эффект негатив, дефицита торгового баланса. Как говорится, на английском языке есть хорошее слово, называется fundamentals. То есть, фундаментальный показатель Турции сильны за исключением нескольких показателей. Первый основной показатель это дефицит торгового баланса и золотоволютные резервы. Но они между собой связаны. Тем более, что у тебя торговый профицит, как в Азербайджане, тогда у тебя, соответственно, золотоволютные резервы больше. А вот в этом направлении Турция старается за счет стимулирования экспорта и снижение зависимости энергоперехода и снижение зависимости от нефти и газа постарается построить более конкурентную способную экономику для того, чтобы с основными региональными партнерами основные показатели были не в дефиците, а в профиците. То есть, например, она старается делать так, чтобы во взаимодействии с Россией и Турцией показатели были в профиците. За счет вот этих шагов, которых мы только что говорили, потенциально достигнуть этого среднесрочной перспективы возможно. Но, к сожалению, краткосрочно это не сразу решается, такие вопросы, потому что фундаментальные показатели они меняются вот так же, как и влияние ставки рефинансирования занимает время год, полтора, два или в среднесрочной перспективе два года целых пять лет. Ромьяханум, вновь вопрос к вам. Ну, вот Турал Малем заговорил про энергетику. Действительно, по примеру Европы мы видим, что инфляция, состояние в экономике очень сильно связаны с ценами на энергоносители и Турция это энергодефицитная страна. Большую часть энергоресурсов импортируют, зависит от импорта. Но сейчас, во-первых, строится АЭС АКУЮ, первая АЭС в Турции. Во-вторых, разрабатывается крупное газовое месторождение Сакария в Черном море. Кроме того, в последнее время открыты новые нефтяные месторождения тоже на территории Турции. Как вы считаете, могут ли все эти проекты способствовать сокращению инфляции Турции вообще позитивно повлиять и на экономику, и на лиру? Я согласна с нашим Туроном, что сейчас этого не будет, потому что за полтора года или за два года всего этого достичь просто невозможно. Если уже весь этот процесс идет уже годами, весь этот процесс каждый год что-то меняется, все идет пока на повышение, снижение клирии, сразу к сожалению государство поменять ничего не может. Но если взять то, что да, с энергоносителями Турция всегда была импортером, сегодня она уже будет стараться делать так, чтобы импорт, чтобы она больше сама могла реализовать свои вот эти проекты энергоснабжением, покупать из разных стран. Конечно, это все потом, не сейчас, когда это все уже будет полностью реализовываться, это все будет влиять на экономику страны. Мы это все прекрасно понимаем, потому что чем больше экспорта, тем больше у тебя расходов. И сегодня вся страна, которая, скажем, пока живет на импорте энергоносителей, и она платит за нее, скажем, вдвойне, вдвойную цену, конечно, это все действует. Все это действует не только на инфляцию, но это все действует на и социальное обеспечение людей. Потому что сегодня здесь и газ, и электричество, она намного дороже, чем, например, ну, скажем, даже чем если сравнить нашу страну, да, Азербайджан, она дороже, чем в Азербайджане. Поэтому правительство сегодня пытается сделать так, чтобы она уже сама реализовывала эти проекты, чтобы у нее была своя энергетика, у нее было свое свои нефтяные месторождение. И все это, конечно, будет вести к понижению всей этой инфляции. Но это будет не сегодня и не завтра. К этому надо еще годами к этому идти, потому что до сих пор мы видим, что все эти проекты еще на, скажем так, даже не на средних, а вот пока еще на начальных стадиях. хотя Аккую, он почти уже когда был здесь даже президент России, когда они разговаривали, показывали все это, что там реализация идет, но пока работа полностью оттуда не ведется. Поэтому все-таки еще Турция опять же и, скажем так, энергию закупает. И поэтому все это ведет к большим ценам в самой же Турции. А когда она будет уже сама воспроизводить все это, конечно, здесь цены будут меняться, но, к сожалению, пока это не сейчас. Но отношения с другими странами, как наш сказал Тронен, да, понятно, что Турция является очень большим рынком для европейской страны, потому что не только для европейских, но и для других стран, как и для наших, азиатских, на Ближний Восток. Там импорт-экспорт с этими оказывает большое влияние на турецкую экономику, потому что производители, которые, скажем так, сегодня производят даже по цене, которая выше, чем была, они в основном занимаются больше сейчас по некоторым, скажем так, параметрам, да, больше экспортом, чем импортом, потому что все-таки экспорт в Турции, она занимает немного больше места, чем импорт. Но, в любом случае, это не энергоноситель, это другие, например, пищевые, допустим, или же какие-то другие химические продукты, вот эти. Ну, это, как вы сказали, пока дна энергоносителя, это все не оказывается и не сказывается. Ну, в целом, конечно, страны, которые имели опыт девальвации национальных валют в прошлом, в том числе Азербайджан, могут по себе сказать, как это негативно сказывается на экономике, что это потрясение, но, с другой стороны, вроде бы на экономике Турции это не так сильно и сказывается. Вот как вы правильно отметили, экономика растет от года к году, я вот даже посмотрела статистику, вот в прошлом году рост ВВП превысил 4%, в 22-м году был 5,5%, в 21-м году вообще 11,4%, очень хорошие показатели в некоторых странах, в том числе в развитых, об этом остается только мечтать. Спасибо большое, уважаемые эксперты, к сожалению, эфирное время наше подошло к концу, напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Турал Гаджиев, экономист, партнер компании Делойт, а по видеосвязи к нам присоединилась Рамия Мамедова, эксперт по международным отношениям, глава Центра стратегических исследований и разработок World Panorama. Это была передача Экономика дня, меня зовут Елена Косолапова, говорили мы о продолжающемся падении турецкой лиры и о том, как это может отразиться на экономике Азербайджана и других стран. На этом передача подошла к концу, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин